Продолжение следует... Есть разные – древние, позднесредневековые, круглые, квадратные, восьмилепестковые зеркала. Каждый из зеркал имеет свою историю. Одни зеркала содержат благопожелания его владельцам, другие – благожелательные символы. Но есть в собрании зеркало, на котором запечатлена настоящая древняя история любви. На этом зеркале, созданном по всей видимости в IX либо X веках н.э., представлен сюжет древнекитайской любовной новеллы «Дочь повелителя драконов». История эта была написана тангским автором Ли Чао Вэем, по всей видимости, в начале IX века. Здесь запечатлен один из первых моментов. Вот как вкратце звучит эта история. Некий конфуцианец по имени Ли Ю сдавал экзамены, но не сдал их. И, возвращаясь домой, внезапно лошадь вынесла его к реке, возле которой он увидел красивую девушку, пасшую овец. Девушка выглядела очень грустно, заплаканно. И Ли Ю обратился к ней, спросив, что с тобой? В ответ девушка отвечала, что она, в общем-то, и не человек. Она дочь повелителя драконов озера Дунтиху, который отдал ее замуж за сына повелителя драконов реки Цзин, где, собственно, и находился Ли Ю. Но этот сын поступил с ней очень скверно, он изменил ей. И теперь она не знает, как быть. Она не может вернуться к своему отцу, не может подать ему весточку, потому что местные драконы удерживают ее. И она попросила Ли Ю передать эту весточку. И для того, чтобы тот смог попасть в мир бессмертных, дала ему волшебный пояс. Ли Ю пообещал ей. И, проделав длительное путешествие, попал к озеру Дунтиху. Там, использовав волшебный пояс, он встретился с отцом девушки и ее дядей. Дядя, красный дракон, огромный, сильный, свирепый, вылетел тотчас же на поиски племянницы и, убив всех драконов реки Цзинь, забрал племянницу обратно. После этого, в честь Ли Ю, который принес вот эту весть, устроили богатый пир. Два дня пировали, а в конце пира, что тот же самый красный дракон, дядя, этой девушки, предложил Ли Ю ее в жены. Но гордый молодой человек сказал, что жены не даются в подарок. И ушел. Правда, когда он уходил, он вновь посмотрел на дочь повелителя драконов, и ему стало жалко, потому что, на самом деле, он влюбился в нее. Но, тем не менее, из-за своей гордости он не смог вернуться назад и ушел окончательно. Спустя несколько месяцев Ли Ю женился. Женился на девушке из богатой семьи, но счастье было недолгим, и через месяц девушка умерла. Через год та же история повторилась. Он женился на другой женщине, и все произошло так же. Тогда Ли Ю переехал, и в другой провинции он женился на очередной своей избраннице, тоже из семьи достаточно богатой. Но с каждым днем он стал замечать, что эта девушка все больше и больше становится похожей на дочь повелителя драконов. И в какой-то момент сходство стало настолько явным, что он не выдержал и рассказал ей о своей встрече и о том, что он видит на самом деле. И тогда девушка сказала ему, что «Да, действительно, это я, бессмертная, но ради тебя я бросила мир бессмертных, бросила своего отца, бросила дядю и ушла в мир людей для того, чтобы быть рядом с тобой». Именно она долгое время жила рядом, и узнав о том, что у Ли Ю уже больше нет жены, она стала новой его избранницей. После этого Ли Ю очень сильно, естественно, обрадовался, и в знак вот этого союза дочь повелителя драконов подарила его бессмертием, которым обладала и сама. Вот так заканчивается эта волшебная новелла о любви эпохи Танского Китая. Редактор субтитров А.Семкин